Как обычные люди становятся выдающимися Газета Стиль жизни Отдел Стиль жизни газета Изучила эффективные советы американского бизнес-гур Дэна Вальдшмидта о том, как стать выдающимся человеком, и выбрала те из них, что правда приводят к успеху. На самом деле все мы знаем, как стать успешными. Для этого нужно всего лишь не ныть и много, очень много работать. Но это короткий путь к победе, а есть еще и длинный, такой, например, какой прошел Дэн Вальдшмидт, американский бизнес-коуч, маркетолог и автор книги «Будь лучшей версией себя». Прежде чем стать гуру самоспасения, Вальдшмидт прошел через типичный кризис 30-летия, только, как вундеркинд, раньше, в 25 лет. У него были отличная работа, красавица-жена и умница-сын, деньги и модное спортивное хобби, но окружающая реальность стала незаметно расплываться. Дэн чувствовал себя уставшим, жизнь казалась бессмысленной и вставать утром с постели становилось все сложнее. Жена, поглядев на мужа развалину, увлеклась другим человеком. Алкоголь не помогал забыться. Взрослый мужчина запирался в своем кабинете и рыдал перед каждым совещанием. Он был на грани суицида, когда до него вдруг дошло, что, как говорил Остап Бендер, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, не знаем, читал ли бизнес-гуру эту великую книгу, но надеемся, да. Дэн взял себя в руки и вытащил на поверхность жизни за миг до того, как окончательно уйти на дно. Газета. Р. Редактор предлагает познакомиться с самыми яркими его прозрениями и рекомендациями, и помнить, что, даже если вы не станете сверхуспешным человеком, вы всегда можете написать хорошую книгу о том, как все-таки стали. Прилагайте ей экстремальные усилия. 1. Старайтесь никого ни в чем не винить. Недалекие люди осознают свою никчемность, поэтому они так раздражительны и рвутся указывать на чужие ошибки. Они стараются вызвать у других чувство неполноценности в надежде отвлечь внимание от собственной удручающей посредственности. Никогда никого ни в чем не вините. Это плохая привычка. 2. Не тратясь силы на то, что неважно. Далеко не все нужно делать, забыв про сон. Если вы наемный работник, то обязаны ходить на работу определенное количество часов. Вы не можете это изменить. Зато можете сократить время на просмотр телевизора, встречи и все остальное, что мешает вам достичь своих целей. Замените развлечения действиями, которые продвигают вас вперед. Тайм-менеджмент для ленивых. Три шага за три часа дня газета. Решила открыть вам секрет. Три шага за три дня любого, даже самого ленивого из нас, научат успешному тайм-менеджменту. 3. Не позволяйте себе терзаться сомнениями. Вы живете ради того, чтобы достигать успехов. Перестаньте сравнивать текущие проблемы с последними 18 неудачами. Все они разные. Да и вы и изменились. Запомните, вся ваша жизнь была тренировочной площадкой для того, чтобы вы поймали удачу за хвост прямо сейчас. Почему вы должны в этом сомневаться? Прекратите на те и начните бороться. 4. Спросите себя, что я могу сделать лучше в следующий раз. И сделайте это в следующий раз. Если в течение 10-20 лет не пристанно работать над собой, вы точно станете лучше. Еще один важный шаг на пути к свершениям – не сделать какую-нибудь глупость. Так что учитесь на своих ошибках и используйте эти уроки. 5. Активно проводите время, занимаясь тем, что заряжает вас энтузиазмом. Например, займитесь наконец спортом. Жить мгновением – значит жить на пределе возможностей. Психологическая подготовка во многом обусловлена физической. Так что сразитесь с кем-нибудь на ринге или займитесь бегом, если борьба окажется вам чересчур жестоким видом спорта. Физические нагрузки значительно улучшают психологический настрой. 6. Попросите прощения у себя и окружающих за плохое отношение. Сделайте это один-два раза, и вы очень быстро избавитесь от хандры. Начав искренне просить прощения за негативное влияние на окружающих, вы научитесь не ныть, а побеждать. Раздвиньте границы своих возможностей. 7. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. 8. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительное усилие, значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Нужно ли вам сменить профессию? Тест газета выяснила, почему умные люди меняют жизнь во время кризиса, и разработала тест для тех, кто, кажется, хотел бы сменить работу и... 9. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Прислушиваться к чужому мнению, вот первая причина поражения. Вы готовы пожертвовать своим будущим в угоду глупому критику? Нелепо быть так сильно озабоченными тем, что о нас подумают люди. Почему бы не перестать притворяться великолепным, а просто взять и стать им? 10. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас, мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи. И многим рискнуть. 11. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей, значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Завершите гонку. 12. Приготовьтесь к долгому пути. Поддерживайте себя в хорошей психологической, физической и финансовой форме. Выносите вклад в свою мечту, думая о долгосрочных последствиях своих действий. Не делайте того, что не пройдет проверку временем. 13. Вы можете падать по пути, но всегда поднимайтесь. Не отчаивайтесь за неудач. Вы можете пострадать, такое и случается. Но чем чаще вы падаете, тем быстрее нужно подниматься. Каким бы ни был ущерб, вы выживите. Даже в самых неблагоприятных, немыслимых обстоятельствах. 14. Важно не то, каким будет следующий шаг, важно идти вперед. Если вы действуете правильно, просто делайте следующий шаг. Перестать делать что-то правильное раньше, чем ваши действия дадут результат, все равно что допустить ошибку. 15. Все, кто участвует в гонке, устали так же, как и вы. Если вы все еще продолжаете бороться, оглянитесь вокруг, люди испытывают такие же чувства. Им ничуть не проще. Да и вам не сложнее, чем им. Просто осознайте боли и решите, что жажда успеха сильнее, чем желание избежать боли. Планируйте свой успех. 16. Планируйте работать даже больше, чем можно себе представить. Вам не обязательно переезжать в Кению, чтобы потеть под жарким солнцем, готовясь побить мировой рекорд, но, возможно, вам придется провести десяток бессонных ночей, пока дойдете до финиша. Свой путь нужно планировать. Успех и размеренная жизнь несовместимы. Чтобы стать успешным, нужны экстремальные усилия, а не обычная 40-часовая рабочая неделя. Нужно планировать работать больше, чем можно себе представить, а затем удваивать усилия, как перестать сомневаться в себе газета. Выяснила, что нужно делать, чтобы перестать сомневаться и стать, наконец, уверенным в себе человеком. 17. План должен быть не просто нацеленным на победу, он должен быть дерзким. Нужно не просто работать, надеясь на успех, а планировать победить. Это не имеет отношения к случайному успеху или везению. Большинство из нас живет защищаясь, работает равно столько, сколько нужно, чтобы оплачивать счета и ездить в отпуск каждый год. Мы беремся за работу, которая повышает нашу способность выжить, но при этом лишает шансов жить по-настоящему. Мыслите масштабно. Меняйте мир. Суровая дисциплина начинается с плана. 18. Планируйте работать не в центре внимания. Вы не можете планировать победу, если стараетесь обратить на себя внимание. Это трудный, но очень важный урок нужно усвоить, если вы собираетесь достичь выдающегося успеха. Выглядеть впечатляюще и производить впечатление не одно и то же. Вы можете потратить впустую годы, создавая видимость успешности. Это очень не отвлекает от цели. Просто будьте великолепны, и люди вас заметят. Обещаем. 19. Планируйте потерпеть одно-два поражения на пути к победе. Так происходит чаще всего. Если у вас все получилось с первого раза, задайте себе вопрос, достаточно ли амбициозной была ваша цель. Вы должны быть готовы к тому, что первые несколько, а то и десятки попыток окончиться неудачей. Извлеките ценные уроки из поражения и планируйте, как действовать дальше, до победного конца. Проявляйте благодарность. 20. Ищите позитивные стороны в каждой ситуации. Трудно быть благодарным, видя только невзгоды и огорчения. Заставьте себя находить счастливые моменты в жизни, приятные, прекрасные и вдохновляющие. Ваш мозг переключится на режим благодарности и начнет замечать все хорошее, что происходит вокруг. Что вы ищете, то и находите. Представьте, как легко быть благодарным, когда вокруг все замечательно. 21. Записывайте все и перечитывайте. Записывать великолепные события, очень эффективный метод развития щедрости. Вы словно документируете свой опыт. А что может мотивировать лучше, чем напоминание радости предыдущих побед? Записывая все положительные моменты жизни, вы создаете преграду между своими страхами и реальностью. Здесь, на бумаге, все написано черным по белому. 22. Перестаньте суетиться, притормозите. В суматохе дней большинство из нас так беспокоятся и раздражаются, что редко приостанавливаются, чтобы увидеть вещи такими, какие они есть, чтобы понять, как все хорошо на самом деле. Начните останавливаться. Медитируя, выполняя упражнения или просто читая в одиночестве, успокойте свой ум и дайте проявиться красоте жизни. 23. Чаще говорите спасибо. Практика благодарности, эффективный способ прожечь в себе творческую искру. Говоря спасибо, вы оказываете на свое психологическое состояние благотворное воздействие. Просто произнесите это слово, и у вас улучшится настроение. Приучите себя благодарить и делайте это почаще. Этот легкий наркотик открывает путь к великим свершениям. 24. Смейтесь над собой. Одна из причин нашей неблагодарности заключается в том, что мы воспринимаем жизнь слишком серьезно. Иногда достаточно посмеяться над обстоятельствами, чтобы открыть перед собой необычайные перспективы и новые пути достижения успеха. Вы можете злиться сколько угодно, но, осознав абсурдность происходящего, сумейте увидеть новые возможности и воспользоваться ими. Любите больше. 25. Будьте уязвимы. Ставьте себя в положение, в котором возможно испытать душевную боль. Это непростой, но один из лучших способов, который позволяет возможностям найти вас. Если вы по-настоящему заботитесь о других и они чувствуют вашу отзывчивость, они протянут вам руку помощи и захотят помочь вам добиться успеха. 26. Будьте честны. Если вы причиняете боль окружающим, обижаете их, проще простого спрятаться от правды. Но так вы только солжите себе. А лощь и любовь в одном образе жизни несовместимы. Чтобы научиться любить, вы должны быть предельно честны сами с собой в отношении своих ограничений и потенциала роста. 27. Будьте целеустремленны. Сознательно планируйте оказывать воздействие на жизнь других людей. Всеми силами старайтесь быть щедрым и рассудительным. Не ждите, пока кто-то споткнется и упадет, чтобы броситься ему на помощь. Смотрите вокруг и активно подбадривайте тех, кто, может быть, страдает молча. Поделитесь с личным опытом. Субтитры создавал DimaTorzok